Привет, ребят, с вами Перч. Вот, рад я слушать. И я нашел, наконец-таки, ту фотографию, которую я хотел вам показать чуть-чуть давно. Это фотография входа, задний вход в десятичную церковь. Это не парадный вход, это боковой вход. Вот, я давно уже подозревал, что на входе в эти церкви должны стоять шеволингомы. Конечно, вот они. А наверху, конечно же, должен крепко рейть трезуб. Вот он, в общем, тут так все и происходит, ребят мои. Все, я очень рад, что я нашел эту фотографию. Мы обязательно будем о ней говорить, когда будем говорить о исихазме, о православии. Вот, послушайте пока, в общем, зацените песенку, которую сделал, и мы посмотрим ту карту, которую мы скоро, ребята, будем с вами изучать. У меня просто чешутся руки. Скифский язык. Видимо, есть, видимо, невидимо. Видимо, видимо, есть, есть, видимо, и невидимо. Тело твое трогаю, по цветару нежною. Видимо, а бегут по телу мурашки. Видимо, невидимо. Видимо, видимо. А бегут по телу мурашки. Гиперборея. Видимо, видимо. Видимо, невидимо. Видимо, видимо. Друзья мои, здравствуйте. Слушайте, у меня просто вот очень времени нет, конечно, в общем, но сел, в общем, я вот посмотреть эту всю карту. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Вот, у нас здесь удивительная карта, которой мы можем сделать мантры различных регионов планеты, если мы здесь вот переведем. Если, друзья мои, вы хотите мне помочь, пожалуйста, сделайте скриншот, напишите, переведите. Я с удовольствием все это запишу. Мы сделаем какой-то там просто альбом музыкальных различных мантр вот этих народов, которые расселяют вообще всю нашу, особенно вот эту нашу, скифию. Потому что все вот эта карта, которую мы видим, да, все это скифия большая такая, которая простирается там от и до. Да, и вопрос, о чем я сегодня хотел поднять, ребят, мы сегодня поговорим, потому что здесь вот в углу у нас есть скифский алфавит, вот алфавит скифов. И кто такие скифы, это удивительный же очень вопрос, который сейчас вдруг там мы начинаем там чесать в голове, там, кто такие скифы, и придумывать там различные всякие фантазии. Фантазии, ребят, ничего придумать не нужно. Это очень древний, на самом деле, народ, который издревле, уже в новом веке, после катастрофы бронзового века, торговал с Грецией пшеницей, из этого получал золото, благодаря чему делал на всей территории прекрасные вот эти вот скифские золотые украшения, которые сейчас там где-то хранятся в Вашингтоне, конечно же, да. И торговал с филистянами, местами, где сейчас современная Турция, марихуановыми волокнами, как его, коноплёй. Вот, коноплёй. И современная же, смотрите, наука, насколько она хитрит и елозит, когда говорит, что на территории современных франков, там, старых франков, сейчас есть Франция, на территории там бритов, там, где бриты, там британцы, вот, а на территории, где современные, там, украинцы, россияне, там, не знаю, там, белорусы, узбеки, казахи, татары, то есть, на всем вот этом огромном просто территории, всей вообще страны, посмотрите, вот, насколько далеко простиралась скифия, вы посмотрите, вот она, вот она простирается, смотри, вот она, скифия, вот, между прочим, где росы находятся, гедросы, вот есть тут, гедросия, это все скифия, 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 а это еще и греки здесь жили внутри, которые тут между, значит, с какими-то там, артрицами, значит, построили, вот свою потом империю, которую развал, вот она, гедросия, вот откуда росы, и вот остаток, уже закат империи Скифская, вот он, он, ребят, это город Туджейн, это место, где первое, вот в 2016 году, да, был на Кумеле, где прошел 2, 2 орошения, вот эти вот царственных, и куда ездил я, вот сюда, ребята, вот в эту гору Гернар, где, как мне кажется, был объект, место поклонения всей скифии, вот, и в том числе, из славянских, из там, северных каких-то угодно районов, понимаете, потому что вся скифия, мы поговорим о чем, позже о том, по каким принципам скифия жила, и вот эти вот современные наши туристические направления, которые мы знаем, они заканчиваются тем, что ты едешь в Турцию, и 2 недели там жрешь, понимаешь, и там бухаешь, а в древности были такие длительные-длительные туры, устраиваемые тоже за день господ, понимаете, но которые заканчивались бы какими-то моральными, хорошими, какими-то идеями, чем-то тем, что ты там мог не просто там пьяный где-то валяться, а духовно, извини меня, обогащаться, и одним из таким мест, мне кажется, вот это была гора Гернар, вот, я также считаю, что это гора Гернар, это вот есть описанный вот этот вот лес богов славянской, вот этой вот мифологии, да, нашей, смотрите, сейчас я вам покажу вот самого, вот это Гернар, вот смотрите, вот гора Гернар, вот она тут находится, это древнее, древнее, чем Гималай гора, и это такой целый горный комплекс, который напоминает такие лежащие тела, людские вокруг, там, то нога, то бедро, такие там, женщина, может, там, как бы лежит иногда, и во главе этой композиции лежит такое огромное, просто вот, лицо древнего великана, это есть вот этот вот старо, наш святогор, вот, который, вот он, если так посмотреть вертикально, тут один в один там лицо богатыря, который спит, а если посмотреть, другим взглядом, вот принять это за глаз, вот здесь вот за нос, то мы видим здесь такую, какую рыбакит, которая лежит, и вот эти многочисленные храмы, которые находятся там вот на, по пути к самому главному храму, который находится на горе, самой Гернар, находится огромное количество разных храмов, где постоянно, постоянно там приходят паломники, где можно помедитировать, где можно попеть ом, где все туда доставляется на своих горбах, вот, на самое главное верхнее, вот это вот место, которое там находится, на самый главный верхний, в общем, как бы храм, ведут 9999 базальтовых ступеней, в общем, причем, я уже, помните, мы с вами говорили о том, что это просто, вот если думать о том, насколько это должно быть как-то там материально, сколько это стоит вообще, ребята, это просто стоит, ну, каких-то просто бешеных денег сделать, мало того туда дорогу, но построить там еще и храмы вокруг, вы понимаете, там колить, там очень много людей туда, все туда доставляется, на высоте 3000 километров этих ступенек, там храм, фу, такой просто крепость такая стоит, это удивительная вещь, ребята, так вот вокруг этой горы, которая напоминает лежащего, то ли там кит, который, значит, с городами там и церквями, то ли хватающую, вот если так издалека вообще смотреть, то это как бы род змеи, которая сама себя за хвост хватает, вот здесь вот тоже, если так посмотреть, находится город богов, фу, не город богов, извините меня, лес богов, большая-большая такая территория, объявленная издревле заповедной зоной, туда вообще люди ходят только два раза в год, в период кармы, парикарма, такой проход, когда люди в порядке там где-то 4-6 миллионов человек в несколько дней в году заходят в этот лес, там леопарды, конечно, все прячутся, вся живность там разбегаются, и люди делают такой круг вокруг этой горы Гернар, как вокруг Кайлаша приблизительно, и весь этот круг составляет 32 километра, и при этом ты можешь заночевать в этот период времени в лесу, в одном из ашрамов, там еды готовится просто огромное количество, вот, и описание того, что там проходит эта парикарма, обход вот этот, он соответствует 400 году до нашей эры, то есть в 400 году до нашей эры, описано вот эти вот праздничества всего. Наверху этого храма, вот наверху этой горы, о которой мы говорили, вот здесь вот Гернар, находится храм, посвященный Дататрея, это самый главный храм для людей, которые верят в Троицу Святую, и вот для людей, которые считают, что Троица существует, что да, вот так, вот так, это место является самым важным местом для поклонения, в том числе, это место, самый главный храм, это вот для Аджуна Акара, да, самая большая секта в Индии, которая насчитывает 500 тысяч только баба, да, только вот йогинов, и когда я говорю секта, я не подразумеваю, ребята, ничего плохого, там, не то, что это литаритарная там секта, или чего-то, 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 я говорю просто о, ну, давайте я не буду, я просто скажу, что это церковь, тогда буду называть, наверное, церковь, которая называется Аджуна Акара, которая вот, главное божество ее, это Троица, Святая Троичность, это Брахма, Вишну и Шива, или то же самое мы прикладываем, когда к православию, к православию любому, там, суфийскому, какому угодно, там, к любой, какой угодно восточно-аскетической, вот, практике философской, там всегда у нас есть Троица, и вот, там, наверху, горы Гернар, много лет сидел в медитации, человек по имени Дата, и вот, он, после какой-то там, глубочайшей медитации, пришел вот к такой идее, о том, что потенциальный мир внутри меня находится вот в виде трех таких сил, которые я не могу описать словами, но могу классифицировать между собой на три таких больших части, как бы разделить, как бы внутри меня бурлящие там силы какие-то, да, я могу, наблюдая за собой, и я могу их приблизительно разделить на три таких части, это часть сын, это часть отец, это часть святой дух, да, это все то, что заставляет мое тело, в моем теле вдруг появляться этическим сигналом, да, вот, мы уже об этом говорили, и вот, мало того, что я убежден, ребят, что это место, конечно, было объектом поклонения, потому что зимой на территории, где снегом все засыпано, крестьянам делать было нечего, и были богатые крестьяне, потому что мы знаем, как жили старообрядцы, они ездили в Сирию, там изучать Библию, и ездили по всяким святым местам, я совершенно уверен, что это было тоже местом поклонения, потому что крестьянин какой-нибудь из сибирской деревни, там, какой-нибудь где-нибудь там на севере, когда у него прошел там нерест, он мог спокойно уехать на три месяца в путешествие и доехать куда-то, к какому-то побережью, не для того, чтобы там есть, а для того, чтобы наполниться какой-то духовным, чем-то наполнить свое тело. И мне также кажется, что вот Арина Родионовна, та самая воспитательница Александра Сергеевича Пушкина, которую мы знаем, тоже была из старообрядцев, и мы тоже знаем, что она была рапсодка, рапсоды, это люди, которые читали по памяти былины, потому что люди раньше в древности обладали, конечно же, очень большим объемом памяти, мы сейчас, у нас как бы память заполнена всякой мишурой, а люди раньше на память знали там сказки, там огромного количества стихотворных, сказочных былин, да, тех же самых, те былины, которые мы знаем и сейчас записаны, они посвящены там богатырям, но в народе, кроме богатырских былин, были еще другие, вот такие вот стихотворные рассказы о священных различных местах, и конечно вот дошедшие до нас, описание вот места, где правит царь Дадон, и где живет белочка, которая орешки там грезет, а орешки непростые, в них скорлупки золотые, оно просто вот как-никак приходится именно к этому месту Гернар, потому что там царствовал какой-то там царь, там Дадона, что-то такое, там есть река Калка, находится на высоте, вот это вот, если мы этот храм будем называть трех глав, то рядом находится Семиглав, а рядом находится вершина, которая посвящена богине Калид, и там как бы о богине Семиглава, там находится гора, которая называется Аист, там находится гора, которая называется Белая, и мало того, ребята, что вот эта вся территория, вся провинция в Индии, которая находится, эта гора, ее вся промышленность посвящена производству и переработке орешков, орехов, и вот представляете себе, 4 миллиона, 6 миллионов человек, которые участвуют вот в этой вот парикарме, которые туда приезжают, все вот люди, как сказать, пилигримы для того, чтобы поучаствовать в этом проходе через этот лес, там ползут, идут там с песнями, с молитвами, и вот на этих орешках, ребят мои, конечно же, там зарабатывали просто сумасшедшие деньги, эти люди, потому что там существует форт, помните, мы там были с вами, который абсолютно, это неописуемой стоимости места, откуда контролировалось все потоки там орешков, через которые и шли все пилигримы, где обеспечивалась полная, там вот это вот, значит, за ваши гроши все, что хотите, в том числе, значит, и охрану там предоставим, и все, что хоть хотите, хотите, хотите. Вот, и вот пилигримаж в этом место, он удивительный еще и тем, между прочим, я просто даю вам личный совет, что не на каждую гору человек заберется, понимаешь, а здесь семья с детьми может за день, встав рано утром, вот, дойти к обеду наверх, порадоваться, то есть, это такое достигаемое место, достигаемое, обратно можно спуститься там по другой тропе, и вернуться к вечеру, как бы домой, ну, ноги будут болеть, но зато все будут, как бы говорить, эх, мы это сделали там, и все такое, такой, очень большой такой челлендж, который человек, который преодолевает, девять тысяч девятьсот девяностое ступень, это такое очень радостное, такая, очень радостное такое ощущение, типа, ой, ай, дили, так вот, рядом с этим местом, которое, по моему мнению, аналогично с описаниями всех вот этих вот там, буянов, там, трезубов, треглавов, и все вот эти описания всех святых мест, находится еще одно очень удивительное место, которое называется, а латынь камень или камень о шоке, давайте завтра расскажу вам о нем.